Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Людмила Бабушкина, председатель Законодательного собрания Свердловской области. Людмила Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Подведем итоги работы Законодательного собрания, но если не за первый квартал 2021 года, то хотя бы за последние несколько недель, несколько заседаний. Прежде всего, реновация это слово, которое постепенно, но прочно входит в обиход в словарь уральцев и екатеринбуржцев. Многие опасаются, что их выселят, заплатив копейки компенсации или же отправят из центра на окраину, если на месте их дома решат строить что-то новое. Давайте разберемся, что же все-таки реально предусматривает закон о комплексном развитии территорий, одобренные нашим Заксобранием. Мы приняли первый закон о комплексном развитии территории Свердловской области, где определили полномочия органов власти, это Законодательное собрание, исполнительных органов власти, например, Законодательное собрание принимает законы, что мы и делаем, и контролирует их исполнение, исполнительные органы власти готовят программу о комплексном развитии территорий, соответственно, в Генплан, в последующем законе это указали, и определяют начальную цену аукциона и так далее. То есть вы устанавливаете рамки, а внутренние наполнения это уже исполнительные органы. А второй закон, конечно, касается действий по переселению из ветхого аварийного жилья наших граждан. Ну, называем это реновацией. И я хочу сказать, что в первом законе мы прописали, что ответственность исполнительных органов власти за переселение. То есть, если необходимо переселить гражданина, то он имеет право на получение аналогичного по метражу жилья. Если это жилье превышает по площади, то разницу, конечно, он должен доплатить. Если семья из нескольких человек, ему предоставляется тоже равноценное, и каждый, если они были собственниками жилья, из которого выселяют, то при переселении они тоже становятся собственниками тех же долей, в которых были до этого жилья. Следующий закон уже факт переселения. Это нужно ставить, включить эти объекты в генплан, в программу территориального планирования. И я хочу сказать, что самое главное, что не будет выселяться дом, если треть собственников этого дома, 30% плюс один голос, выскажутся против переселения. Это защищает граждан. И второе важное, что должны быть обязательно проведены общественные слушания. Но сам факт переселения из ветхого аварийного жилья, думаю, что он положительный. Люди получают новое жилье. Конечно, это будет обсуждаться. И не сразу, извините меня, все ветхое и аварийное жилье будет ликвидировано, будут точно решать вопросы с учетом мнения граждан и, собственно, комплексного развития территории. Это в генпланах будет отражено, и каждый может посмотреть. Но в Екатеринбурге уже даже четыре площадки объявлены, которые станут фактически первыми. Это двух-трехэтажные дома, которые в плохом состоянии. И я думаю, что с этой задачей город Екатеринбург, собственно, муниципалитеты, где это будет проводиться, с этой задачей справятся. Ну, посмотрим. Тут действительно, наверное, главное то, как именно будет этот закон реализовываться. Потому что на бумаге очень часто бывает одно, в жизни другое. Ну и, соответственно, депутаты будут следить за исполнением этого закона. Еще одна громкая история, которая активно обсуждается. ЗАГС Собрание отклонило предложение провести референдум о возвращении прямых выборов. Не дало согласия. Хорошо. Не дало согласия. Давайте так сформулируем. Все-таки, почему это произошло, хотелось бы получить разъяснение. Избирательная комиссия Свердловской области направила нам обращение инициативной группы, инициативная группа из 20 граждан Свердловской области, которые инициировали проведение референдума о выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах. И хочу сказать, что четко в федеральном законодательстве, в 67-м и 131-м, и в нашем областном законе прописано, что референдум проводится только в тех случаях, когда вопросы не урегулированы ни федеральным, ни региональным законодательством. Вопросы выборов глав муниципальных образований и там, и там урегулированы. То есть мы, прежде чем принимать решение, не давать согласия, мы посмотрели практику Верховного суда, Конституционного суда, которые принимали решения по другим территориям. Три решения Верховного суда было, решения Конституционного, где четко прописали вот эти же условия. Если прописано в региональном и федеральном законодательстве, это не является предметом обсуждения на референдуме. Это первое. Второе. Наш региональный закон по выборам предполагает все формы выборов. Но что касается муниципальных районов, городских округов, здесь мы, в общем-то, опирались на мнение представительных органов местного самоправления, которые своим решением, решением представительного органа, предложили нам форму избрания главы в том или ином муниципальном образовании. И если предложение будет иным, тогда, соответственно, можно говорить о возвращении прямых выборов. Если муниципалитеты сами выступят с такой инициативой. И мы, опираясь исключительно на мнение представительных органов местного самоправления, приняли решение о выборах в этих территориях, выборов по конкурсу. Все предложили по конкурсу. Ну и сегодня четко в федеральном законодательстве и Конституционный суд эту норму протранслировал в своем решении, что публичная власть, если имеет сконцентрированные государственные полномочия и, собственно, финансирование под эти государственные полномочия, то форму выбирает регион, ну и муниципалитет, как мы заручились их поддержкой. То есть причины не политические, а все-таки юридические. И я вам хочу сказать, ну, очень странно, когда нам прислали решение Конституционного суда, вот эта инициативная группа, где в этом решении ссылается, что вот оно решение в их пользу, которое абсолютно подтверждает вот то, о чем я вам говорила. Есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить с вами, Людмила Валентиновна. Ну, прежде всего, депутаты внесли поправки в областной устав, если я правильно понимаю, в догонку к изменениям Конституции. Здесь есть о чем сказать, или это такая исключительно техническая работа? Приведение в соответствие, что называется, регионального законодательства? Ну, конечно, приведение в соответствие, но тем не менее, рабочая группа серьезно поработала, посмотрела, что на этом этапе, на этом этапе, что можно изменить в нашем уставе. Ну, это федеральное законодательство, меняется название членов Совета Федерации на сенатор Российской Федерации. Это первое. Второе. Полномочия органов власти региона по согласованию кандидатуру прокурора уходит в федеральное собрание и осуществляется в соответствии с законом о прокуратуре в Российской Федерации. И мы приняли решение в соответствии тоже с федеральным законодательством о ликвидации уставного суда с 1 января 2023 года. До 1 января 2023 года уставный суд продолжает работать. Это тоже сегодня учтено у нас в уставе. Ну, и понятие, что такое публичная власть. Тоже сейчас прописано. Мы будем дальше работать над изменениями, предполагающими... Других вариантов не было у депутатов и, конечно, должны были таким образом устав поправить, правильно? Обязательно, да. И будем дальше поправлять в соответствии с нормами Конституции. Я знаю, что внесены изменения в областной закон о молодежной политике. Хотелось бы понять, зачем это происходит и что должно стать результатом? Это приведение в соответствии с федеральным законодательством. Опять же? Да, опять же. Ну, и с нормами Конституции, где роль молодежи и участие молодежи в общественной жизни... Ну, что скажешь, это какие-то абстракции, это неинтересно, это не имеет никакого отношения к реальной жизни. Ну, там больших изменений нет. Мы достаточно серьезно работали над нашим законом о молодежи в Свердловской области. Но, тем не менее, прошли слушания все и в общественной палате, и с молодежью. Когда комитет по молодежной политике встречался, обсуждал проект закона, и когда все эти площадки прошли, и когда все согласились, что те нормы, которые сегодня включаются, изменения в закон о молодежи реальные, их нужно носить, закон принят. Ну, раз уж мы о молодости заговорили, как обстоят дела с поддержкой молодых семей? Если я ничего не путаю, ЗАГС обрание разбиралось как раз с исполнением этой темы, и было заявлено, что поддержка молодых семей увеличится. Да, это позиция президента нашей страны, и сегодня правительство Российской Федерации делает определенные шаги. И на региональном уровне мы определенные действия совершаем, это предоставление и земельных участков для строительства, и это законодательство, которое предполагает поддержку молодых семей. Это и материнский капитал, не только федеральный, но и региональный, который можно направлять на различные цели. А с регионального уровня перечень достаточно широкий, вплоть до газификации могут даже туда направить эти средства. Ну, а что касается исполнения, контроля за исполнением законов, вот на последнем заседании мы рассмотрели исполнение закона о многодетных семьях. И тоже здесь мы можем сказать, многое делается для поддержки многодетных семей. Контроль осуществляем постоянно, это в наших полномочиях записано. Ну, собственно, наверное, это приоритеты социальной политики. Безусловно. Мы даже в период пандемии, в 2020 году, когда нужно было огромное количество средств направлять на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, тем не менее мы принимали социальные законы, которые поддерживали и семьи с детей, и малообеспеченные семьи, многодетные семьи, пенсионеров и так далее. И хочу сказать, что те средства, которые направляются на социально ориентированный бюджет, более 70%, это расходы бюджета, это социальные расходы. Но эти приоритеты сохраняются, насколько я понимаю. Не только сохраняются, мы ежегодно принимаем законы. Говорю, в самый сложный год мы принимали социальные законы. Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что на стенде была Людмила Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин